Ребята, и снова всем привет! В этом видео мы хотели бы вам показать, как отварить вареники с капустой в мультиварке на пару. Наливаем в чашу 700 мл воды, устанавливаем тарелку для готовки на пару. Дно тарелки желательно смазать подсолнечным маслом, чтобы вареники не прилипли. Выкладываем вареники в тарелку, закрываем крышку, отключаем, выставляем режим на пару. Вот оно, по умолчанию 25 минут, время не изменяем, нажимаем кнопку старт. Время завершено готовки, открываем аккуратненько мультиварку. Вот смотрим на вареники, сейчас их достанем, вы посмотрите, не прилипают. Все отлично, давай подержу. Показать вам процесс этот. Все окей. Сейчас будем пробовать. Так, ребята, давайте посмотрим. Значит, ой, горячие. Вареники приготовились. Все отлично. Но на воде мне больше нравится. Посмотрите видеоролики, как готовить вареники варить в воде в мультиварке. Они получше получаются. На пару, как бы, они такие суховатые получаются. Вот почему? Потому что она пропаривается, они же не в воде находятся. Поэтому все видосы есть на нашем YouTube-канале. А также, ребята, не забывайте посмотреть, как приготовить вот такую вот летнюю окрошку. С щавлем, ребята, с щавлем готовили. У нас несколько вариантов окрошек, поэтому обязательно посмотрите. А на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока. Ребята, ну, как всегда, в процессе приготовления всех блюд принимает участие наша кошка Маша. Да, Машуль? Машка. Передашь привет зрителям? В общем, иногда она прячется, иногда не прячется, но постоянно, как только начинается запись видео, я ее приглашаю, говорю, Маша, пойдем, сейчас будет съемка. Она реально, ребята, приходит, она присутствует. Иногда привет ты передает. Передашь привет этот раз, Маша? Ну, скажите, что-то она от жары, наверное, уже просто в шоке. Жара такая, ребята. Значит, давайте теперь перейдем к мультиварку. Смотрите, какой момент. Сейчас я присяду, чтобы вам порассказывать. Значит, какой момент, смотрите. Сразу таймер включаться не будет. То есть, пока не разогреется вода в чаше, вот тогда запустится обратный отчет. Поэтому имейте в виду. Этот лайфхак, значит, точнее, не лайфхак, этот момент можно ускорить. И это уже сейчас будет лайфхак. Если в чашу кипятка налить, точнее, если в чашу налить именно кипяток. Но под вареники, под пельмени, этот лайфхак не подойдет. Этот лайфхак подойдет, допустим, если вы будете варить картошку на пару. Ну, допустим, овощи на пару. Что-то еще на пару. Ну, кроме вареников. Почему? Потому что они разлезутся. Вот. Поэтому это будет такой лайфхак для вас. Если что, то можете ускорить процесс обратного отчета таймера. И немножко сэкономите электроэнергии. Значит, если вы на этот канал попали случайно, и просто искали, как сварить вареники на пару, но попали на мультиварочный рецепт. Ребята, если нет у вас до сих пор мультиварки, то рекомендую вам ее купить. Не обязательно эту фирму. Это не реклама Редмонда. Просто рекомендую купить мультиварку. Почему мы купили Редмонд именно? Мы пошли в магазин, значит, посмотреть, какие вообще мультиварки имеются. Для чего? Для того, чтобы для вас записывать контент, связанный именно с рецептами по мультиварке. Значит, стоимость этой мультиварки 5400. Мы отдавали год назад. Вот. Были мультиварки подешевле. 5400 в рублях, ребят. Были мультиварки и за 2000 рублей, и за 2500, но какие-то фирмы, от которых я еще не слышал. То есть, я думаю, можно подешевле взять, подумал, но потом как-то немножко и передумал, ребят. Почему? Потому что, ну, неизвестно, сколько эта мультиварка прослужит. Во всяком случае, про Редмонд мы уже, ну, знаем и по рекламе, видим и в телевизоре, и в интернете. Ну, в общем, везде этот Редмонд присутствует. По крайней мере, раньше очень было много рекламы. Сейчас эта реклама особо уже, ну, и нет. Но, тем не менее, продукция есть. Вот. Соответственно, есть такая поговорка, ребят, скупой платят дважды. Поэтому покупайте какие-то более-менее известные фирмы, чтобы потом у вас не было проблем. Значит, в мультиварке есть специальный режим. Значит, мы когда купили мультиварку, ребят, мы ее поставили, ну, в общем, для каких целей я вам сказал, да, для съемки контента. Купили, принесли домой, сняли распаковку, и, в общем, я перегорел. Я думаю, нафиг мы ее купили, что в ней готовить, непонятно. И она стояла вот тут на холодильнике примерно, наверное, месяц точно. Потом мы ее достали. Я думаю, ну, давай проверим, как готовится плов. Вот он, режим отдельный. Ребята, почитали инструкцию? Я сначала не поверил. То есть, нужно было все вместе, в общем, закидывайте там овощи, морковку, там, нарезаете, натираете на терке. Потом мясо шинкуете, там, свинину, говядину, без разницы. Вот, после накидываете рис, вставляете чеснок, заливаете водой, там, что-то, закрываете, в общем, крышку. Включаете режим на один час, и все, после часа плов будет готов. Я реально не поверил. Все сделали по рецепту, закрыли крышку. Ребята, через час открыли. Когда жена начала перемешивать плов, я просто обалдел. Но он реально, блин, готовый. Думаю, ничего себе. А когда попробовал, я вообще просто был в шоке. Почему? Потому что плов был вообще идеальный. В мультиварке готовится вообще идеально. Но, чтобы вообще-вообще он был идеальный, нужно подбирать рис. Во всяком случае, у нас получается, как бы, немножко рис кашей идет. Ну, по крайней мере, как-то так. Все эти рецепты есть в отдельном плейлисте, который называется «Рецепты для мультиварки». Там есть плов со свининой, с говядиной, по-моему. Потом с сердечками плов есть. Подписчица порекомендовала приготовить. В общем, ребят, вот такая вот история. Значит, мультиварка пользуемся больше года уже. Фудфудфудфуд работает на ура. Потом купили мы тоже такой же фирмы Redmond этот блендер. Почему Redmond? Потому что мультиварка нас не подвела, работает нормально, стабильно. Поэтому решили купить блендер, чтобы снимать для вас коктейли, смузи. Кстати, уже сняли несколько роликов. Все это есть на нашем канале. Значит, что еще вам сказать? Ребят, если какие-то вопросы у вас есть, вы прямо их задавайте, не стесняйтесь. Либо пересмотрите все наши плейлисты, которые имеются. В каждом плейлисте есть полезное для вас видео. Интересно, сейчас Маша привет передаст. Машка, Маш, 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 ты привет передашь? Е-мое. А зрители ждут привет. Скажи что-нибудь. Маш, не, что-то не хочет. Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю следующее. Маш, Маш, иди сюда. Сейчас я ее вот сюда, ребят, на подоконник перенесу. Тихо, иди сюда. Вот. И тут я буду получше уже. Так, бутылку с водой поставлю, чтобы ее окном не прибило. Все, теперь пусть воздухом дышит. Ребят, ну на этом все. Вроде бы все вам рассказал. Если возникают какие-то вопросы, задавайте их. Не стесняйтесь. У меня еще канал есть по компьютерной тематике. Есть у меня определенные знания в этой теме. Тоже называется обзорочка ТВ. Поэтому, если что-то с компьютером с вашим произойдет, или с смартфоном, или с телевизионной приставкой, или с чем-то еще. Ребята, переходите на Первый канал, задавайте мне свой вопрос. Я лично вам предоставлю для вас видео-ответ. Вместе с вами пообщаемся. А на этом все, ребят. Даже видите, сколько я вам рассказывал. Еще таймер даже не включился. Обратный отчет не пошел. Поэтому ждем, когда водичка закипит. И таймер активируется. Да, Машка? А на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока. Машуля. Пойдем, да, Машка? Пошли. На кухне жарко, пойдем. Пойдем на кухне жарко, на кухне жарко. Так, ребята, выключай свет. Немножко покажу вам. Куда? Ну иди на окно, Маш. Чего ты не идешь? Тряпку намочили специально, видите? Она в тряпке. На тряпке сидит. Иди на балкон, иди, Маш.